Христос воскресе! Уже не так далеко осталось до подготовительных недель Великого Поста. Неделя Азахеи сегодня, чтение из Евангелия от Луки. В прошлое воскресенье, если помните, мы читали о том, как Господь подошел к стенам Ерихона и у ворот Ерихонских исцелил слепого по его горячей просьбе. А вот теперь мы читаем, как он зашел в Ерихон. И некий человек, который был начальником таможенного, вернее, этой мытной службы, налоговой службы тогдашней, мытарь, Закхей, маленького роста, взрослый достаточно человек, может быть, уже во второй половине дальше жизни своей, имел желание Христа видеть и залез на дерево. Это, наверное, было потешно и необычно для окружающих, для того, чтобы за головами людей увидать Иисуса. Зачем нам это все читается, братья и сестры? Затем, чтобы мы знали, что среди богатых людей есть люди, ищущие Бога. Потому что есть такая некая общая иллюзия, что богатым рай не нужен, что богатый рай здесь. Ну так говорят и на Западе, и на Востоке. Я лично фразу эту впервые в жизни услыхал в Египте, когда с арабом одним общался, люди жалуются на жизнь, жалуются на правительство обычно свои. Говорят, народ у нас хороший, только власть у нас плохие. Заберите слова из уст этого египетского араба, вложи их в уста русского, украинца, китайца, японца. Они скажут то же самое. Люди там и хорошие, но власти у нас плохие. Ну и следующее продолжение фразы, что нашим властям, нашим богачам рай не нужен, они себе рай на земле сделали. Это тоже можно забрать изо рта этого араба и вложить в уста любого африканца, любого латиноамериканца, любого нашего, любого чужого. И будет то же самое. Но это все не так однозначно. И это не стопроцентная правда. Потому что среди богатых есть люди, которым нужен Господь, у них есть совесть. И у них, братья и сестры, меньше иллюзий. Потому что у бедного есть иллюзия, что все его беды находятся от бедности. И что вот если бы ему разбогатеть, ох, была бы жизнь. Был бы доступ прямой ко всем удовольствиям и ко всем благам земным. И к хорошей медицине, и к качественному образованию, и ко всем, в общем-то, наслаждениям и прочим. Вот если бы я был богат, вот тогда бы я сложил жизнь, сложилась и жизнь удалась. А у богатых этой иллюзии нет. Все люди желают счастья, правда? Все. Блаженный Августин говорит, что удивительно, но даже те, кто воруют, стремятся к счастью. И те, кто сбиваются в бандитские сообщества, стремятся к счастью. Они таким образом стремятся себя оградить, защитить, быть безопасными и сильными. А что это? Это желание счастья. То есть все, к чему бы ни стремились, стремятся к счастью, так как они его понимают. Когда блудник стремится к блуду, он стремится к счастью, потому что он в этом полагает свое счастье. То есть желание счастья есть центральное, родовое, корневое, желание всего человечества. Только мы не в том, что надо полагаем счастье. И вот у всех бедных, у всех серомах земли, у всех немощных и слабых, есть такая такая великая иллюзия. Эх, если бы мне быть сильным, быть бы мне богатым, тогда было бы счастье у меня и было бы все хорошо. Вот этой-то гадости, это настоящая гадость, это ложь. Этой лжи в голове богатых, как правило, нет. Потому что они тоже стремятся к счастью. И они имеют реальное богатство, заработанное честно или украденное нечестно. Там уже по-всякому, там есть миллионы вариантов. Они имеют его, но счастья они не имеют. И у них улетучиваются из души великий соблазн и великая иллюзия, что якобы счастье рождается от денег. Якобы деньгами можно купить все, в том числе и блаженство. Вот этой-то гадости у них и нет. И в этом смысле у них есть вариант, есть шанс быть лучше, чем все остальные. Потому что остальные работают тяжко, перебиваются с хлеба на воду, скромно живут и так далее. Вроде бы вам только и спастись, вроде бы для вас рай и создан. Нет. Человек может иметь в сердце червоточину зависти, червоточину злобы. Он может иметь такую огорченную душу, всех ненавидеть, не иметь никакого смирения, никакой братской любви. И тогда скромное житие ему будет не во спасение. Потому что не все скромно живущие войдут в Царство Небесное. Они могут быть и гордыми, и завистливыми, и жадными, и так далее. Им специально Бог не дает ничего великого, потому что они бы ужаснули весь мир, если бы вдруг стали великими, сильными и богатыми. Так вот, мы сегодня видим одного богача, у которого нет иллюзий. Деньги у него есть. Мы потом увидим, что денег у него много. Он же, слышите, что он сделал? Он, когда Господь ему зашел, он говорит, всех, кого я обидел, а он обижал, наверное, ни одного и ни двух за жизнь свою чиновническую, всех, кого я обидел, я им воздам в четыре раза больше. Так закон пишет. Книга Исхода, 22 глава пишет, если кто-нибудь украдет у кого-нибудь, например, овцу, он должен за ней и будет пойман, нужно отдать за нее четыре овцы. То есть воздавать вчетверо – это закон Божий. Если ты обманул человека на рубль, отдай ему четыре рубля. Обманул его на тысячу, отдай четыре тысячи. Обманул человека на сто тысяч, четыреста тысяч, отдай ему, и это будет всего лишь заглаживание вины. То есть уклонись от зла и сотвори благо. То есть в данном случае ты уклоняешься от зла, когда отдаешь в четыре раза больше, если ты кого-то обманул. Представьте себе, если человек, например, на базаре торгует и всю жизнь торгует с подпиленными весами. У него гиря уменьшенная, весы сбитые. И он в жизни, он каждый день грамм на пятьсот-семьсот кого-нибудь надувает, на черешне, на мясе, на масле, на чем хочешь. На крупе, а за неделю, а за год, а умножь на четыре, то там не расплатишься. И это закон Божий. А потом он говорит, половину всего имения я отдам нищим. Златоуст говорит по этому поводу, чтобы Закхей обнищал в одну секунду. То есть если половину сразу отдать, а потом каждого обиженного удовлетворить четыре раза больше от того, что у него забрал, значит, ему придется почти все раздать. Но он это сделал, потому что он почувствовал, что Бог пришел к нему. И в Боге потеряли страх все, страхи потери, страхи лишений и так далее. То есть мы видим этого богача, который знал, что у меня есть много, но счастья есть у меня? Нету. А вот если я, например, стану олимпийским чемпионом, а если я стану нобелевским лауреатом, а если я стану член-корреспондентом Академии наук, например, или еще что-нибудь, так у меня будет счастье? Нет. Я вам сразу говорю, нет. Нет. Достижение всех великих целей в жизни поманит вас, выжмет от вас все соки, потом потешит вас некоторое время и потом опять оставит вас с внутренней пустотой. И опять ты почувствуешь, что да, я лауреат, да, я чемпион, да, я, значит, там кто-то такой, но все равно я пустой, все равно счастья нет. И вот этот Захей, это блаженный богач, который знал, что богатство счастья не рождает, и он хотел видеть Иисуса. Кто есть? Как раз когда слышал, что Иисус мимо ходит, он употребил некое усилие, почему мы всегда говорим, что для того, чтобы приближаться к Богу, нужно какое-то усилие. То есть нужно на час позже лечь или на час раньше встать. Нужно вместо двух тарелок съесть одну, и нужно вместо того, чтобы проехаться на лифте, пойти пешком, и нужно вместо того, чтобы, не знаю, как-то ублажить себя, нужно себя немножко построгать, как один блаженный говорил, как ты жил, отец его спрашивает, когда хотел лежать, сидел, когда хотел сидеть, стоял, когда можно было стоять, клал поклоны, то есть шел по нарастающей вверх. Удивительно, но однажды одного миллионера спросили, очень старенького, такого большого богача, говорит, как вы дожили до таких старых лет? Он говорит, я когда, значит, надо было стоять, я садился, а когда надо было сидеть, я ложился, а когда можно было прилечь, я задремал. Значит, такой, я себе жалел, слышите, какая полная противоположность тому, как надо жить, чтобы зайти в Царство Небесное, и как надо жить, чтобы просто долго прожить, так сказать, почивать на лаврах. В общем, жалеть себя не надо, Закхей себя не пожалел, это смешно. Представьте себе, например, какой-нибудь губернатор какой-нибудь области, например, патриарх заезжает в город, например, какой-то губернатор на дерево полез, чтобы увидеть его раньше всех там есть. Смешно будет, как бы, Закхей уважаемый человек, презираемый и уважаемый, презираемый за то, что он мытарь, а уважаемый за свое богатство. Он лезет на дерево, смотрит на Господа, где он там, и Господь видит его. Ну, нет сомнения, что Господь видит всех, но Господь же среди всего этого вот, этого шума человеческого, замечает именно тех, кому он, Господь, интересен. И он встречает с ним глазами, говорит, знает его, говорит, Закхей, слазь, сегодня буду в твоем доме. То есть он знает, и Закхей, и всех нас знает, если мы полезем куда-нибудь там наверх, чтобы на Господа поглядеть, он нас увидит издалека и заметит наши усилия, скажет, все, хорошо, ты потрудился, слазь, я буду у тебя гостем. И зашел к нему в гости, и вот тогда-то у Закхея душа разродилась покаянием. Помните, что говорит Иоанн Претеча людям, когда желающим каяться? Он говорит, по рождению ехидновы, кто вам внушил убегать от будущего гнева? Сотворите плод, достойный покаяния. И не думайте говорить в себе, там, и дети Авраама, и так далее. То есть не самооправдывайтесь. То есть сделайте нечто противоположное вашим грехам. Если ты был гордый, ну смирись. Если ты был ленивый, потрудись. Если ты был жадный, раздай. Если ты был блудный, воздержись. И так далее. То есть нужно сделать плод, противоположный греху. То есть мало просто пожаловаться на себя. Ах, я вот грешный. Как бы этого мало. Надо принести плод, противоположный грехам. Это будет плод, достойный покаяния. Вот это сделал Закхей. Он что, Претечу слушал? Я не думаю, что Закхей ходил на Иордан. А может быть ходил, но он вряд ли что-нибудь запомнил. Просто пришел к нему Христос, и его душа поменялась. Если раньше он, как паук, тянул все в свою паутину, и ничего мимо проплыть не могло. Он все это хватал и к себе, хватал и к себе. Потому что это была его модель счастья. Когда я буду счастлив? Когда я буду богат. Нападут на меня, я куплю защиту. Там что-нибудь, там случится другое, я куплю, значит, это. Я все куплю. Все куплю, сказала Злата. Все возьму, сказал Булат. Золото думает, что может купить все. Иллюзия, опять-таки. Таблетку купишь, здоровья нет. Тело купишь, душу нет. Любовь не купишь, дружбу не купишь. Купишь книжку, ума не купишь. Поэтому купить можно только ограниченные вещи. И вот Закхей приносит плод достойной покаяния. Значит, вот две мысли, братья и сестры, которые мы должны себе, так сказать, в кошелечек нашего сердца положить. У вас же должен быть кошелечек в сердце, куда нужно складывать копеечка по копеечке какие-то золотые мысли, чтобы у вас там в сердце было, что достать потом, чем порадоваться, чем заплатить за грехи свои. Значит, первая мысль, это то, что есть богатые, у которых нет иллюзий о том, что богатство рождает счастье. И они хотят Бога. Гораздо больше хотят Бога, чем хотят его все остальные. Потому что у них уже больше нет иллюзий. Им больше хотеть нечего. Кроме Бога больше хотеть ничего не осталось. И нужно знать это и не осуждать всех подряд. Потому что кто-нибудь из богачей будет раньше всех бедняков в Царстве Небесном. Это правда. Кто-нибудь из самых больших будет раньше всех, потому что смирился. Как Давид. Великий царь, но не гордый. И пошел в рай раньше всех. Это первая мысль. Вторая мысль, это то, что нужно принести Господу плод достойной покаяния. Не просто сказать, я согрешил. Не просто признать, что я виноват. Не просто сказать себе в совести своей, я грешный человек. Мне нужен искупитель. Мне нужен тот, кто заберет мои грехи. Это очень важно. Но даже этого мало. Нужно принести Господу плод достойной покаяния. То есть поменять жизнь свою на противоположную. Вот для этого нужно, чтобы Христос зашел в дом душ наших. И он говорит, днесь спасение дому сему бысть, за ней сей сын Авраамов есть. Авраам, помните, троицу принял к себе за милосердие. Пришли к нему три ангела, и Бог опочил в его шатре, и он угостил его и получил обетование. То есть принял странников. И Закхей принял к себе Господа. И мы, когда причастимся, тоже примем в дом души нашей Господа. Как сотник Капернаумский говорил, Господи, не достоиня, чтобы ты зашел в дом мой. Но только скажи слово, и исцелеет душа моя, исцелеет отрок мой. А к Закхею он зашел прямо в самый дом. Это некий образ тоже причастия. Сегодня мы тоже, даст Бог, причастимся, и Иисус Христос зайдет в дом души нашей. В дом нашей души. Через двери уст. Уста – это двери. Через двери наших уст в сердцевину нашего существа, в глубину его, в самые глубинные комнаты, в тайну сердца нашего зайдет Господь Иисус Христос. Пусть зайдет, и пусть исцелит нас, как Он исцелил Закхеем и Таря. И Тот тут же был готов поменять свою жизнь из темной на светлую, из грязной на чистую, из одной на другую, противоположную. Дай Бог, чтобы это сегодня, потому что Евангелие читается во всей вселенной, именно это. Дай Бог, чтобы сегодня эта перемена благая совершилась как можно в большем числе душ. Аминь.